В Армении столкнулись с ситуацией, которая стала естественным доказательством того, что открытие Зангизурского коридора не только выгодно армянам, но и жизненно важно для них. Как передает Даяс, со ссылкой на армянские СМИ, армянские фуры оказались в блокаде на подъезде к Ларсу. Аташе по таможенным вопросам, при посольстве Армении в России, Арам Тананян сообщил, что уже два дня, как дорога к Верхний Ларс, закрыта для грузовых и легковых из-за непогоды. С российской и грузинской стороны скопилось по 1,5 тысячи фур. Из них в среднем 20% армянские грузовики. Тем временем армяне начали понимать, что самое худшее ситуация останется неизменной ближайшие несколько дней. Среди застрявших есть и гражданские лица, которые возвращались из разных городов России на родину. Подобная ситуация лишь в очередной раз доказывает, насколько выгодным для всего региона, в том числе и для Армении, является открытие Зангизурского коридора. Но армяне все еще пытаются противиться этому. До сих пор слышны оппозиционные заявления в связи с этим проектом. Разблокировка коммуникаций и открытие коридора пойдут на пользу и создадут большие возможности Армении, которой жизненно необходима разблокировка коммуникаций, хотя бы для обеспечения бесперебойного железнодорожного и автомобильного сообщения с Россией. Даже армянские железнодорожники отметили, что дорога через Нахчеван и Мегри была главной грузовой магистралью Армянской ССР в свое время. Теперь в Армении появился шанс воспользоваться этими возможностями и противиться открытию коридора совсем нелогично. В случае, если политическая составляющая Зангизурского коридора будет реализована, то все наши страны получат выгодную, функциональную, а самое главное, стабильную транспортную артерию, которой они смогут на взаимовыгодных условиях пользоваться. Экономика Армении уже долгое время находится в мертвом состоянии из-за оккупации азербайджанских земель, которая продолжалась 30 лет. Сегодня конфликт завершен, и Азербайджан предлагает Еревану подписать мирный договор. Зангизурский коридор как раз и есть такая масштабная возможность для армян выйти из бедности, в которую их загнали предыдущие власти, и заработать деньги. Проблема лишь в том, что сегодняшний официальный Ереван, в силу политической слабости, не может правильно представить политической элите и населению информацию о целесообразности этого проекта. То ли боятся, то ли повторяют, глупые ошибки бывших. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.